Всем здарова народ! Сегодня у нас будет видосик по всем лесным крипам, по их способностям и по их магиям, которые будут нам помогать в игре. Прошлый гайд был у нас на Чена. Думаю, будет полезно знать, какой персонаж в лесу, что умеет и что с ним делать в принципе можно. Давайте посмотрим, также это будет полезно для Дума. Ну и я покажу также, где какой крип рисается и как его найти. Давайте приступим! Итак, друзья, приступаем к обзору наших крипов лесных. Я подготовил для вас самый легкий кэмп. Это вот первый вот этот кэмп, где этих крипов, конкретно вот этих, можно найти. Все довольно-таки просто с этими крипами. Ребят, как их заспаунить? Я вам оставлю ссылку в описании. Ссылка в описании. Там гайд на алхимика. В гайде на алхимика я показывал, какие имеют у нас квадраты отводов и какие тайминги нужно соблюдать для того, чтобы спаунить крипов. Желаю, ребятам, чтобы вы это посмотрели. Реально, потому что годная информация, кто не знает и в принципе это будет полезно, если вы будете искать какого-то крипа, чтобы вам вовремя отвезти, заспаунить, попытаться и не просто не бегать, а по возможности стараться их находить. Что ж, данное видео у нас по крипам, поэтому давайте перейдем уже к обзорам наших крипов. Поехали! Первый крип, который у нас есть, это гноу. Гноу у нас такой вот персонаж, который будет кидаться при обычной атаке ядом, нанося 2 единицы в секунду. Этот яд будет наносить 2 единицы дэмэджа в секунду просто, ну незначительно. Написано длительность 20 секунд, но это 20 секунд на крипов, на крипов, ребят, на героев это действует в половину меньше, то есть 10 секунд. В принципе, тупо сбивает регены и все больше. Ничего, дэмэдж у нас 28 на 36 дальней атакой. Слабоватый дэмэдж, если честно, ну по меркам дот это очень слабенький дэмэдж, даже в сравнении, смотрите, с дитком. 23 на 28 и в принципе дот 8 на 36, но казалось бы, да, дед лупит нормально на самом деле, но в принципе... Я не считаю, что прям жесткий дэмэдж, есть крибы посильнее, но не стоит забывать, что это слабый кэмп. На слабом кэмпе крипы совсем другие немного, ребят. Что ж, в принципе погнуло все, поехали на следующего крипа. Следующий наш лесной крип это у нас дазл, дазл такое, смотрите, дазл, да? Шадоу прист, по сути. Смотрите, что у него есть? У него есть хил и есть бонус аура мана регена. Очень полезная аура, кстати, реально, 2 мана регена в секунду добавляет аурой и это реально прикольно. А как он выхиливает, давайте посмотрим. Смотрите, кидаем атаку на линии, возвращаемую и нажимаем, чтобы он хилил у нас. И сколько он будет хилить, смотрите. По 15 хитпоинтов наш дазлик начинает выхиливать монопул. Монопул, вы просто смотрите, монопул 5, 5 маны требует. И не раз я видел сейчас такой рофл, что стоит Doom, вышел такой с леса, стоит и стоит себе, нахиливает, короче. Такой прикольный спелл, в принципе, я помню, когда играл на Чене, первую игру, я брал дазлика. Дазлика и шел помогать, помогать своим тиммейтам, там, допустим, SF на миде, просто тупо становил вот этого персонажа рядом. Самый дазлик стоял, работал, захиливал. Вот такой вот, в принципе, простенький крип, умеет дэмэдж 25 на 32, в принципе, меньше, чем у Гнола. Но персонаж полезен, потому что у него два активных спела. И он реально прикольный, реально прикольный, ребят. Давайте посмотрим следующего крипа. Следующий крип у нас, это Гарпия. Гарпия реально прикольная штука, потому что с ней можно творить чудеса. Этот персонаж имеет молнию, которая наносит реально нихреново, смотрите, дэмэдж, посмотрите, какая молния. И это реально классно, потому что эта молния очень сильно дамажит. И КДшка у нее очень маленькая, смотрите. У нее КДшка 4 секунды, раз в 4 секунды можно закинуть 140 дэмэджа. Прыгает эта тема по 4 целям. Вы неоднократно видели, да, и, в принципе, в гайде на Чена вы видели, что это Гарпия может. Кто не видел, я также оставлю ссылку в описании на гайд по Чену. Ребят, смотрите, интересуйтесь. Гарпия у нас 30 на 37 имеет дэмэдж, в принципе, такой себе дэмэдж. Но, 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 персонаж сам по себе полезен, реально полезен. И вот эта молния, у нее маленький монокос, 50 маны всего, и просто ей можно очень жестко задрачивать. Я просто неоднократно убивал и снайпера так. Просто тупо задрачивается эта молния. Снайпера, Слордара, просто пофиг этому персонажу. Реально полезный персонаж, ребят. Все, все, больше нечего рассказывать. Поехали на следующего крипа. Следующий крип у нас это Гоуст, это привидение. Она имеет у нас замедление, ребят, атак спида и мовмен спида при атаках, при своих атаках. Вперед эта тема, 12 маны, 12 маны. И смотрите, как это будет выглядеть. Этот персонаж реально офигительный, потому что, не знаю, он меня на самом деле бесит, когда ты фармишь крипов, и вот эта, вот эта просто кроба, она берет и тебе просто очень сильно замедляет. Ее надо в первую очередь сливать. Такой, в принципе, полезный крип. Замедление, к сожалению, кратковременное, просто как будто, не знаю, там 2 секунды и все. Больше, больше ничего не получается. Замедление атак спида и мовмен спида. Но полезно, я считаю, что очень полезный крип. 30 на 35 демэдж. Один из самых сильнейших из слабого кемпа крип, я считаю, потому что он очень напрягает своей вот этой вот способностью, что при атаках она может спокойно замедлить атак спид и мовмен спид. Посмотрите, просто как она лупит, и у нее очень хороший атак спид, она реально хорошо лупит, и вот это замедление просто шансов вообще не оставляет. И когда фармлю крипов, всегда в лесовочке стараюсь всегда слить ее быстрее, можно быстрее, потому что она реально очень сильно заметно снижает наш атак спид. И реально напрягающий такой персонаж. Ну и, в принципе, по нему все. 30 на 35 урона. Ну, один из сильнейших, опять-таки, повторюсь, крипов. Ренджевик лупит дальним боем, как вы заметили, и, в принципе, прикольный крип. Более о нем рассказывать нечего. Поехали на следующего крипа. Следующий крип у нас это Кабольт. Кабольт у нас имеет ауру 12% мовмен спида для всех, для всех, ребят. Наглядно, как это будет работать. Смотрите, 400 мовмен спида. 448. Почти сапог дарит, вы понимаете? Риле сапог дарит. Сапог дает у нас 50 мовмен спида. Посмотрите, 50 мовмен спида. И просто вот он наш сапог ходячий. 12% аура. Ну, не считая то, что у меня тут травела. Ну, будет давать, конечно, поменьше. Но 40 мовмен спида, вы серьезно? Это реально много. А теперь давайте представим Дума. У Дума скорчит. У Дума травела. И в Дума схавана аура на этого крипа. У него мовмен спид будет равный 500 единицам. Серьезно. При включенном скорчке. Это реально круто, ребят. Очень неплохая аура. Ну, и в сочетании с другими аурами, конечно, это реально хорошая тема. Ребят, полезный крип. Ближний бой. Лупит. Ну, в принципе, лупит. Лупит слабовато, конечно. Так, у нас тут гости. Походу, надо тут разобраться. Но смысл этого персонажа именно в его ауре. Реально. Прикольная аура. Ну, дэмэджа, конечно, от него не видать, от этого персонажа. Но все равно. Все равно, ребят. То есть, вот такой вот простенький у нас крип. Более о нем нечего вообще рассказывать. И, в принципе, все. Я думаю, по легкому кэмпу мы разобрались. Всех вот этих крипов можно, опять-таки говорю, найти. На вот этом кэмпе. И на вот этом. Это все по этим крипам. Поехали на следующий кэмп. Итак, ребят. Перейдем к следующему кэмпу. Кэмп, который у нас будет иметь 5. Нет, не 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 крипов, у которых есть какая-то способность. О которых мы сейчас будем разговаривать. Где можно найти этих крипов, спросите вы? Смотрите. Тут есть крипы разных левелов. Смотрите. Третий, четвертый, второй, пятый, четвертый и пятый. Единственное, есть тема. Тут есть нейтралы, которых, к сожалению, можно найти и на сильном кэмпе. Сильный кэмп у нас считается вот этот. И, соответственно, вот этот. Вот этот. И вот этот. Это сильные кэмпы, на которых будут рисоваться у нас кентавры. Ребят, кентавры. Кентавр у нас будет один из сильнейших. Вот смотрите. Смотрите. Видите, у наших всех персонажей, которых я тут засумонил. У них. Вот у этого крипа дальний бой. Все остальные ближние у боя. И атака у нас обычная. Дальняя атака или атака просто ближняя. А этот имеет хаос дэмэдж. Этот крип намного сильнее. Но почему-то, почему-то он рисуется в этой, во второй точке. Вторая точка по силам. То есть вот эта первая точка. Первая точка. Самый легкий кэмп крипов. Но бывает почему-то сильный крип. Сильный крип рисуется у нас вот в этой, во второй точке. Это вторая точка. Всего этих точек четыре. Смотрите, как я объясню. Первая точка по силе. То есть первый уровень кэмп. Вот это второй уровень кэмп. И это третий уровень кэмп. И это, соответственно, четвертый Четвертый, то есть крипа уже намного сильнее тут И почему-то на втором уровне у нас Механики игры решили сделать так Что иногда у нас будет рисоваться тут сильный крип во второй зоне Ребят, вот это, если честно, я не понимаю Почему? Ну да ладно, в принципе Давайте перейдем к обзору И где же можно этих крипов найти? Давайте приступим сначала к тому, что я объясню Где крипов вот этих можно найти? Да, глупо, наверное, меня слушать Но ничего страшного, потерпите, пожалуйста, я скоро закончу Смотрите, этого крипа мы не берем пока что в счет Этот крип стоит отдельно Мы с ним поговорим чуть-чуть позже Смотрите, вот эти крипы Где можно найти вот этих всех крипов Эти крипы все находятся у нас На вот этом кемпе Который у нас имеет вот такую вот зону отвода По зонам отвода, опять-таки, напоминаю Ссылочка в описании Вот эти все крипы у нас будут находиться Вот здесь вот Вот здесь, на этом кемпе На вот этом кемпе Этих кемпа два Это два второго левела Кемпов И вот этот кемп И какой? И вот этот кемп Вот эти кемпы у нас имеют Вот вот этих крипов Ребят, запоминайте В принципе, по кемпам поговорили Давайте поговорим о их способностях А первое, которое мы будем рассматривать Это Вот этот волчок Смотрите Ребят, довольно-таки простой крип Имеет хорошее сопротивление К магиям Вот эта тема защиты, когда такой щиток Это значит, что персонаж имеет хорошее сопротивление К магии Но все крипы, почему-то, второго левела и выше Имеют такое сопротивление Ну, это, в принципе, и так понятно Ну, нечего рассказывать Ладно Поехали Смотрите У нас этот волчара Будет давать 30% Экстра дэмэджа То есть, смотрите Родной дэмэдж у нас, примерно, 71 на 81 на чене И он будет к этому дэмэджу давать еще 30% 30% А 30%, как видите, у нас это 360 И 86 36 дэмэджа Это у нас 30% Вот аура вот эта Так и работает Дает 30% дэмэдж То есть, если у нас тини К тини 300 урона То есть, еще 30% Считайте, сколько 90 дэмэджа будет давать нам эта аура Также этот волк Будет наносить 2х крит При атаках С шансами 20% Если мы, допустим, скушаем Этого крипа на думе Наш дум будет давать Вот эту ауру Классную И будет критовать С 20% шансом В 2х Полезная очень аура, ребят Всем советую на думе кушать На какой-то На средней стадии Или если вы Какой-то Имеете какую-то роль Чтобы Помогать И чтобы Давать дэмэдж Нашему кору Очень даже, допустим Полезная аура Я лично так считаю Дэмэдж у нас 30 на 33 В принципе Неплохой крип Я считаю В принципе По этому крипу Все Давайте посмотрим Следующего крипа Следующий крип у нас будет Это голем Голем у нас будет иметь Стан Вот такой вот Направленный Который будет Наносить 125 дэмэджа И оглушать на 0,6 секунд К сожалению Кратковременная тема Но Ничего страшного Ничего страшного Также этот крип у нас Имеет Имеет какую-то Смотрите Вот эту вот тему Шард какой-то Что-то Что-то вообще Будет происходить Много раз Видели, ребят Наверное Что когда дума убивают Когда у него вот этот стан Из него получаются Такие маленькие думчики Но это не думчики Это у нас тут Маленькие големчики Они имеют Также эту же способность Наносят 125 дэмэджа Со стана И Можно просто Закидывать Вот так вот И в принципе Все Это весь смысл Этого крипа Сам по себе Крип этот Из себя толком Ничего не представляет Но Такой обычный Простенький крип Да и все В принципе Следующий крип у нас Очень интересный На самом деле Это Маленький Сатирчик у нас Такой маленький Сатирчик с атакой 7 на 10 Который вообще В принципе Не имеет защиты И вообще У него очень мало Хитпоинтов Все знают Сколько у него хитпоинтов У него 240 хитпоинтов Это в принципе Очень слабый крип Но Есть такая Приколюха у него Вот эта тема Все знают Что такое Пурги И Дефьюзл Блейд Дефьюзл Блейд У нас Позволяет Давать Пурги На 5 секунд Так вот Это и есть Такое Пурги Колдаунница у нас 5 секунд Берет 120 маны Смотрите Что будет происходить Допустим У нас В противниках Есть Омник Он кидает На себя Репл Бежит Я тебе Сейчас Дам А мы берем И пуржим Этот репл И просто Даже можно Солить Напрягать В драках Вот просто Посмотрите Какой Пурги Это Раз 5 секунд Наш Крипчик Может проделывать С любым Персонажем Но Монопул Конечно Душит 400 маны И пурги К сожалению Можно Делать Только Сколько Сделал 3-4 раза Не посчитал Ребят Сорян Не судите Строго Вот Но суть Такая Вот А при сумоне Смотрите Сумону Написано Наносят 400 демеджа То есть Если Фурион Присумонит Своего Крипчика Какого Немного Лесного Трентика То Вот Вот этим Пургим Можно Нанести 400 демеджа По этому Сумону Также До Форджетов Некров Это Не задействует В принципе Полезный крип Именно Вот Вот Этой Темой Все Поэтому Крипу Все Ребят Поехали На следующую Крип Следующий Крип У нас Это Крип Который Моноберни Моноберни Сатир Этот Сатир Может Сжигать 100 Маны 100 Маны Имеет он Дальнюю Атаку Нет Он имеет Ближнюю Атаку У нас Дальнюю Атаку Имеет Вот Этот Крип Вот Ближняя Атака Нарисован Меч И Давайте Посмотрим Как же Он у нас Моноберни На самом деле Такой себе Спел Я Если честно Никогда Толком Не брал Потому что Ну 100 Маны Казалось бы Что это Но Калдаун У нас 18 Секунд Раз 18 Секунд Можно Сжигать Ману Кому Моноберн У нас Требует 50 Маны В принципе Не так Уж Много Но На думе Если честно Я как-то Не практиковал Схабов Этого Крипа Стоять И Моноберн Теренами Но В принципе В теории Если ВС вас Леорик И ранняя Стадия Игры И чен У нас Возьмет 3 Чела С Моноберн Это В принципе Может Прокатить Ребят Реально Все зависит От вашего От вашего Умения Соображать В этой Игре И все В принципе У вас Получится Вот такой Спел В принципе Ничего Серьезного 100 Маны Дрейнит И в принципе Монокос 50 Но Калдаун Большой Мне кажется Реально Большой Калдаун В принципе Поэтому Крип У все 24 на 27 Атака Не такой Уж Серьезный Крип Как Казалось Бы Но Поехали На Следующего Крипа Следующий Крип У нас Это Огр Маг Огр Маг У нас Имеет Смотрите Такой Баф Этот Баф Дает Армор Давайте Закинем На него Дает 8 Армора Да 8 Армора Серьезно Посмотрите Это 8 Армора Реально Очень Жесткая Тема Также Что У нас Он Будет Делать Он У нас При Атаках Данного Персонажа На ком Висит Этот Армор Будет Замедлять Атаку Будет Замедлять Атаку Замедляет В принципе Нифигово И реально Полезный Я считаю Что Очень полезный Спел Можно Ставить На Автокаст Калдаун Всего 5 Секунд Мы Можем Раскидать В принципе Всем Всем Персонажам Рядом И Очень Много Армора На самом Деле Добавляет На ранней Стадии 8 Армора Ребята Это Очень Много Монокост 40 В принципе Можно Довольно Таки Хорошо Пораскидывать На персонажей Длительно 45 Секунд Но Мне кажется Длительно 45 Секунд Это Конечно На Крипов Потому Что Почему То Не пишут Не пишут Не пишут На крипах Нормально Калдауны И Вот эти Все Длительности Ну Посмотрим На трали Сколько Она будет Висеть Пока Я тут Разговариваю В принципе По этому Персонажу Более Сказать Нечего Ближняя Атака У него Хорошее Сопротивление К магии Как видите Щиток Нарисован Ну Как Хорошее Видите Доли Армора Да Но Он магию Будет Чувствовать Чуть Чуть Меньше Хотя Нет Смотрите В принципе По длительности Походу Все правильно Написано 45 секунд Идет Потому что Ну Нагнули Было написано Что идет 20 Но шло 10 Поэтому Я как бы Проверяю 45 секунд Это очень много Раз в 45 секунд Тратить 40 маны Чтобы дать армор Это в принципе Очень жирно Хороший Спейл Очень хорошо Замедляет Атаку То есть Если бьют Данного персонажа То замедляется Атака В принципе Поэтому герою Поэтому и герою Поэтому крипу Все Давайте посмотрим Кентавра Кентавр Как я уже сказал Один из Сильнейших В данном кемпе Вот в этом Вот в этом И вот в этом И вот в этом Не знаю Почему он здесь Появляется иногда Но это реально Напрягает Когда этот Кентавр Появляется Во втором Уровне По Крипам Второй уровень Крипов Я не знаю Почему говорю Второй уровень Потому что Я считаю Что кемпы Разделены на Четыре уровня То есть Не вот эти Четыре уровня А вот это Первый Вот это Допустим Второй Это третий И вот это Четвертый Соответственно Четыре уровня Крипов Почему-то он Во второй зоне Появляется Я не понимаю Ладно Забудьте Смотрите Что умеет у нас Этот крип Этот крип У нас Очень даже Полезный Он имеет Хороший стан Реально Хороший стан Две секунды Дизейбла Продал он все Двадцать секунд И монокос Сотенка Сотенка Вот так вот Топает Дизейблит Две секунды Наносят Двадцать Дэмэджи Еще попутно Но Это не такой уж Крутой бонус Но все равно Не такой уж Крутой бонус Но все равно В принципе Неплохой Спелл Можно всего Кастануть Два раза Это конечно же Мало Но Более чем Полезно Допустим Если брать Какой-то там У нас есть Пак В команде Противников И брать Дума Или вивер Там есть И дум В принципе Может С этим Крипом Очень даже Неплохо Насолить Ты просто Сразу Прыгаешь Делаешь Все свои Касты А именно Прыгнул Дал стан Допустим Если там Линка Взял Дал ЛВС ЛВЛ И Даешь Далее Дум Все довольно таки Просто В применении На данном Персонаже Будет С вот этим Крипом Этот крип Реально Очень хорош Очень хорошую Атаку Имеет Ребят Кстати Хаос Дэмэдж Следующий Дэмэдж Который Будет У нас Идти Это будет У нас Уже Геройский Дэмэдж Как у Наших Героев То есть Это реально Очень сильный Тип Атаки То есть Сопротивление Я не помню Честно Сопротивление По Вот этой По геройской Защите Сопротивление От хаоса Но довольно таки Неплохо Будет Бить 49 на 55 Урон Это реально Круто Ребят Ну и Ближний бой Соответственно В принципе По этому Крипу Все Я рассказал Этого Крипа Где можно Найти Ребят Этот Крип У нас Третьего Левела Третьей Стадии То есть Не третьей Стадии Именно Третий Третий Ну вот Этой Третьей Темы На которую Я разделил Всех Этих Крипов То есть Где Этого Крипа Можно найти Можно найти Здесь Можно найти Здесь И Соответственно Здесь И Здесь В принципе Этот Крип Один из Частых Крипов Который Появляется У нас В принципе На четырех Кемпах Которого Можно найти На четырех Кемпах На втором И на третьем Левеле Кемпов То есть Вот как-то Так Ребят Ну и В принципе Все По этому Крипу Давайте Перейдем К третьему Левелу Крипов Которые У нас Имеют Вот этот Респаун И вот Этот Поехали Итак Ребят Пришли мы К третьему Уровню По сложности Крипам В лесу Это у нас Давайте я напомню Вот этот Кемп И вот этот Кемп И соответственно Унежити Это будет Вот этот Кемп И вот этот Кемп Все просто Смотрите На этом Кемпе Мы можем Встретить Вот таких Персонажей Это будет У нас Сатир Также Маленькие Сатирчики Которые имеют Пурги И моноберн В пачке Они идут Вот этот Кентавр С которым Мы уже знакомы В принципе Мы его обозревать Не будем Вот этот Тролль Какой-то Наш Вилдкин И Соответственно Фурболк Ребят Что они у нас Имеют Эти крипы Давайте сейчас Будем смотреть Первый крип Который мы будем Смотреть Это у нас Вот этот Прекрасный Сатир Сатир Очень полезная Тема На ранней стадии Для дума Да и в принципе Это очень полезный Крип Даже допустим В комбинации С Ченом Реально полезная Тема Потому что Он имеет В little shockwave Очень бомбовская Тема Потому что Наносит 125 Дэмэджа Можно отсюда Кастануть Сейчас крип Выбегут Такие Что за Фигня Знаешь Опа Смотрите Наносят очень неплохо дэмэдж и у нас еще бонусом идет аура на 4 хп регена это реально круто смотрите 8 хп регена и 4 стала смотрите очень классная аура я люблю когда вот берешь дума идешь какую-нибудь сложную линию найти этого крипа и по кайфу просто стоять 4 хп регена плюс родной там реген где-то один хп плюс еще мангусик возьмешь этого 6 7 хп регена это уже колечко серьезно это уже круто алхимик это антимаг вот и очень даже классно шок вейв у нас к дэшится 8 секунд и берет 100 маны можно в принципе 6 вейвов дать и нанести порядка 400 дэмэдж это реально круто очень сильный крип потому что имеет у нас хаос атаку реально очень больно будет бить вот просто посмотрите как он будет сейчас душить этих троллей смотрите реально хорошо бьет и принципе хорошая у него атака в принципе хорошая атака и реально крип сам по себе очень тяжелый я бы даже сказал так найти ребята у нас загорится не должны и все принципе касаемо этого крипа все давайте перейдем к следующему крипу следующий крип у нас это вот этот вот тролль который реально реально прикольный тип он может создавать вот этих скелетиков берет это 50 маны эти скелеты хоть и несмотря на то что у них мало хитпоинтов но они просто отвратительные они очень быстро бьют и дэмэдж смотрите у них дэмэдж они 24 на 25 казалось бы ни о чем но они очень быстро бьют и смотрите как они лупят они лупят вообще нифига себе посмотрите казалось бы они ничего не могут но они сливе сейчас 450 хитпоинтов посмотрите они почти второго загрызли реально полезные крип и их используют чаще всего на пуш также у нашего нашего тролля есть сеточка ребят все знают что у него есть сеточка это реально прикольного рука через найс смотрите что эта сеточка у нас делает это применяемая способность на кого-либо можно кстати даже кидать на курьером смотрите кидаем и 175 персонаж стоит у нас в этой сеточке берет 150 маны очень полезная тема потому что даже кидается по моему через репел давайте сейчас проверим и так заспавлене заспаунили мы нашего омника и до кидается через репел очень даже прикольная тема потому что можно хорошо насолить противнику вот этой темой но либо запуржить либо накинуть сеточку когда мы вот так вот можем бежать в репел или еще принципе еще кстати на джаггернаут эта тема закидывается когда джага крутится очень даже полезный спел игнорирует как видите множество вот этой темы вот просто но к сожалению кратковременно 175 но ничего ничего также можно поймать курьер ребят не забывайте очень полезный крип я считаю один из полезных но имеет дальнюю атаку не такой сильный принципе имеет сопротивление какое-то к маги но принципе крип достойный крип достойный для того чтобы взять его на чине и пойти в пуш с маленькими скелетиками или с каким-то дизейблом просто взять кого не зацепить быстренько и насолить противника давайте посмотрим следующего крипа царите следующий крип у нас это вот такой вот словах у нас добренький смотрите in rage написано типа он он типа уже не яростного типа но он не злой не злой вот не злой типа понимаете не яростный но не в ярости на ну дебил да здесь я понимаю ладно ребят шутки в сторону смотрите этот персонаж у нас имеет две активные способности активны одна пассивка 11 актив смотрите пассивка добавляющая нам всем ближним персонажам три армора ребят просто прекрасная аура посмотрите просто три армора добрый вечер ваще и есть какая-то активная способность видели на гайде по чину вот эту способность так вот это бомба на ранней стадии да и в принципе в лейт-гейминге это может неплохо напрягать потому что когда на хайграунд ставится вот это торнадище которая у нас идет сколько она идет 30 секунд и когда он на 70 мы можем этим торнадо управлять она медленно передвигается но она дамажит по моему по 15 или по 20 дэмэджа в секунду ты ваш мизерный но сбивает дагера и реально напрягает крипов тошнит на лайне тошнит за 30 секунд можно дамажить ого у меня как вот персонажа хапали вы видели наверно в гайде да очень даже неплохой спелл просто напрягает кстати еще под замедляет немножко ребят под замедляет смотрите написано торнадо замедляет и ними юнит момент спит and атак спит и наносит урон все просто поэтому спелл насколько замедляет я конечно не скажу я не тестил но я думаю незначительно так в принципе крип ну крип лесной есть крип это это не герой в принципе героя конечно намного сильнее единственно кто с ним наверное может поспорить за то кто сильнее будет замедлять это краба на краба замедлять по проценту и это реально жестко крип по себе сильный сильный имеет 50 на 56 хаос дэмэджа ну и хорошая принципе сопротивление к магиям реально прикольный персонаж такой ну я думаю на первых левлах реально достойный крип чтобы его взять и задушить не задушить а именно давайте посмотрим следующего крипа и крайнего на третьей стадии вот этих вот всех крипов крипа поехали ласт крип у нас это фурболк фурболк я считаю лично я считаю реально один из сильнейших и полезнейших крипов вот этих кэмпов сильных кэмпов ребят вот этих вот понимаете понимаете знаете почему потому что он имеет офигительную ауру вот эту ауру на атак спит 15 процентов плюс плюс смотрите имеет клэп этот клэп у нас будет наносить нереально дэмэджа крип который наносит 150 дэмэджа просто по одному нажатию берет наносит 150 дэмэджа замедляет момент спит and атак спит на 25 процентов течение трех секунд соответственно немного да но берет 100 маны колдаунница 12 дэмэдж у нас реально жесткий 150 дэмэджа ребята это очень много на ранней стадии просто если выйдут два фурболга и нанесут так 300 дэмэджа просто так это реально очень много ребят плюс этот крип в лесу очень сильно дамажит принципе с руки когда пытаешься забрать этот кэмп но и награда соответственно за него тоже хорошая реально считаю что это один из лучших крипов просто сильнейший крип с этих кэмпов но только что сатиры с сатиром можно ему повоевать принципе я думаю сатир ему в принципе может не уступить хотя сатир по-любому проиграет ну потому что тут атак спит и момент спит замедление это реально жесткая тема ребят напишите в коментах как вы считаете какой крип самый сильный из 3 3 полочки у нас крипов из сильного кэмпа и я думаю принципе это все по этим крипом ребят все эти крипы которые вот здесь представлены я уже сказал они у нас встречаются только на сильных кэмпах кроме кентавра кентавр у нас элита господи смотрите вот вот этот кэмп вот этот вот этот и вот этот кэмп и у нас будут иметь вот этих вот всех крипов кроме кентавр кентавр у нас элита вот и все в принципе поэтому по этой теме и Перейдем сейчас на эншентов и будем изучать эншентов Это будет именно тема для нашего чена К сожалению, другие персонажи не смогут взять, кроме Найкса Кроме Найкса не смогут взять какого-либо эншента Ну и давайте же посмотрим, какие эншенты у нас сильные И обязательно посмотрим, задуэлимся, какой же у нас крип будет сильнее А вот и нет, соврал, не задуэлимся, потому что я не знаю команды, как их стравливать Ладно, не суть Посмотрим, какой же самый сильный крип у нас у эншентов И разберемся, где же у нас эншентов найти и кто это такие Поехали, ребят Итак, ребят, приступаем к нашему обзору эншентов Эншенты у нас четвертая полка по крипам Первая у нас, как вы поняли, уже вот этот кэм Вторая, вот этот кэм, третий, вот этот И четвертый у нас эншенты, ребят Давайте посмотрим, какие же у нас крипы тут И какие у них ауры, посмотрите, просто миллион ауры, каких-то способностей Давайте каждую способность разберем И потом посмотрим еще вот того сталкера Вот этого, не вот этого, которого просто у меня монитор так стоит Ну ничего Смотрите, в общем, первый крип у нас вот этот дракон Этот дракон реально прикольный, потому что И он меня бесит, если честно, но есть у него приколюха, я вам расскажу чуть позже Смотрите, этот дракон у нас дает 15% шансов заэвейдить атаку Но это именно на него Он, если его бьют, он 15% может заэвейдить Просто посмотрите просто на этот кусок Как этот кусок может что-то вообще заэвейдить Я вообще, если честно, не понимаю этой механики игры Ладно, не суть Представляю, вот этот огромный динозавр Просто, как вы видите, даже картинка Или да, наш, он типа такой, знаете, и выйдет все, в матрице побывал Вот, и дается также аура нашим союзным, союзным персонажам И смотрите, у нас 10 армора Но это за счет того, что у нас тут есть крипы еще, которые также дают эту ауру И они, в принципе, они стакуются, но не такой же, они немного другие Тут немного другая аура, это как раньше у Свена 3 спелл был, ребят, да? Кто помнит, тот знает Вот, вот такая вот аура, в принципе, хаос, демош, очень сильное сопротивление Ага, сильное С трех койлов падает чел вообще как нафиг, не знаю Вот с трех койлов просто этот крип падает Реально, с трех койлов Обожаю этих крипов именно потому, что они принимают хорошо магию Магию они отлично берут, в отличие от других эндштабов Ну, вот эти еще, в принципе, сталкеры принимают И маленькие дракошки тоже принимают дэмэдж магический Но не суть По этому крипу все Очень реально прикольный крип Потому что может эвейдить Бесит, когда, знаете, бьешься, бьешься И постоянно вот эти промахи И они реально лупят хорошо Очень сильный хаос дэмэдж Но, конечно, по сравнению с другими крипами Посмотрите, просто 81 дэмэдж Это, ну, это мама не горюй Ладно, поэтому крип посмотрели Давайте посмотрим теперь вот этого прекрасного голему Вообще, смотрите, по этому голему Все, по сути, настолько просто Насколько может быть вообще У него есть офигительная аура Смотрите, на 15% увеличивает хитпоинты Лол, по процентам хитпоинты поднимать Это, конечно, какая-то наркомания Посмотрите на этого крипа 1200 хитпоинтов И... Опа! 1480 Если честно Я сам не знал, что у него Хитпоинты даются по процентам Потому что это какая-то наркомания 224 и... 407 Это реально прикольная тема Потому что так можно Наобузить, в принципе, хитпоинты И я, если честно, не знаю От родных хитпоинтов Ну, по-любому вешается этот спел От родных хитпоинтов Это, типа, если пудж Апает силу Соответственно, у него возрастают родные хитпоинты И, допустим, если у пуджа 2000 хп То у него на 300 хитпоинтов будет больше То есть это 15% Если 1000 и 15% это 150 То 2 это... В принципе, неплохой бонус Считаю 300 хитпоинтов Добавляет аура такая Причем всем Но процентик маловатый Ну, нифига себе Сами посчитайте, сколько хп может быть Просто так получено с этой ауры Реально прикольная тема И... Не знаю Ну, в принципе, тут более нечего сказать Об этом персонаже Реально прикольная тема И... Не знаю Реально считаю, что он нужен Чену Когда вот идешь Вот просто вот такой в пуш Он еще и бьет Посмотрите, у него хаос демош почти под сотка И армора у него, в принципе, немало 8 армора родного Но это реально крутой крип Реально крутой Но только зачем он мана, если честно Я не понимаю Ладно Посмотрели этого крипа Давайте посмотрим теперь Вот этого дракона Смотрите Черный дракон Он у нас имеет Смотрите Спел иммунити И так же он у нас дает ауру Смотрите Армор У нас он увеличит армор на двоечку На двоечку Армор увеличивает всем Кто находится рядом И у нас этот армор Стакается с вот этим армором И еще у нас тут Вот этот парниша Не знаю, почему А Я понял Почему у нас тут еще кираса Точняк Вот Смотрите Дает Два армора аури Аура, два армора И Спел иммунити Резистанс Также этот крип Насколько я знаю, ребят Тут это не написано Он лупит сплэшем Сплэшем Вы, наверное, замечали, да Что он лупит сплэшем А давайте я сейчас вам это покажу Жаль, что нельзя вот так вот Ну Ну нельзя летать Вот на нем Ну это было бы просто Имбище Я не знаю Этот крип в общем лупит сплэшем Сейчас я вам это покажу Сплэш, к сожалению, такой Ну незначительный Но он заметен Когда Стоишь, танчишь иллюзиями Чтобы не хапать Иллюзия все равно дамажится Смотрите Да, видите, смотрите Бьется сплэшем у нас Бью сюда Хитпоинты у всех уменьшаются Это прикольная тема Видите, даже тут В принципе сплэш такой стандартненький Наверное, какой-то 35% Но крип очень мощный Потому что Смотрите У него Атака силы тьмы И написано как 48, 81 И 70, 94 Но по идее Вторая атака Вот это именно его атака Потому что Типа на дальний бой идет Насколько я знаю На развитии Именно вторая Вот эта ячейка добавляет Ну именно показатель Дэмэджа Да, умничаю Но если честно Вот, ну как думаю Так и сказал, ребят На самом деле На развитии Я не сильно играл Сейчас какой-нибудь Минидж высрит Как обычно у игами На стриме Ой, он там рассказывает Неправильно рассказывает Так ты умник Возьми сядь Ты сам будешь много чего нового узнавать И некоторые спрашивают Действительно я узнаю ли я много нового Когда разбирают Да Я узнаю Я играю в эту игру 13 лет Но я все равно узнаю Что-то новое Так, хейтеры Сразу говорю К миниджу никаких претензий Не имею Можете дальше ему Делать Мне на него Абсолютно пофиг Я лишь сказал то Что он сказал обо мне А он сказал Что я говно Так что мои Друзья Давайте Мои подписчики Душите этого пацана Ладно Никого не душите Я этого не приветствую Короче Все Возвращаемся К нашему крипу Крип мощный Дает сплэш Дает ауру К магии Невосприимчив Летает Круто да В принципе По этому крипу все Такой простенький крип Но реально сильный Давайте перейдем К вот этому крипу Это один из самых таких Это я считаю Один из лучших Крипов Этот крип Я дал бы этому крипу Первое место Вот этому второе Скорее всего Вот этому дал бы третье И четвертое место Вот этому обычному крипу Из Эншента Реально я так считаю Потому что Вот у нашего Вот этого вот крипа У него ничего вроде нет Он просто жирный И все Жирный как пуш Но не настолько Ладно поехали Смотрите Что может у нас Вот этот крип Это Тунгер Лизард Лизард Понимая дурачок Смотрите Он может топнуть И когда он топает Он уносит 70 Дэмэджа И замедляет Энеми Замедляет Энеми Атак спид И момент спид Тут это так же написано Смотрите Давайте топнем Смотрите Разбегаются Длительность у нас Примерно сколько 4 секунды Примерно 4 секунды Длительностью Прикольный спелл Но вы наверное Блин А чем он топает Подождите Я немного не вкуриваю Чем он топает Он что отрыгивает Или что Мне реально интересно Мне реально интересно Чем он топает Пропишем Ре Ну как будто Животом лупит По земле И поехала Прикольный спелл Реально прикольный Потому что Напрягает Когда с умоном Приходишь сюда Там допустим Какой нибудь Мартредкой С иллюзиями И начинаешь там драться И он топает И реально напрягает Дэмэджи так же Нихреново Ну в принципе 70 дэмджи Но фурблгу Конечно уступает Фурблг тут ему О мама не горюй Вот Но Так же у этого крипа Смотрите 50 50 50 Монокост 50 маны берет Длительность 8 секунды Хп дрейн 4 хита И атак спид Увеличивает На 75% Смотрите Будем драться Мне нравится Вот эта тема Как у него Вот эти шипы Смотрите Как накаляются И юзаем этот спелл На себя И на 75% У нас Персонаж Бьет быстрее Но Но Эту тему Эту тему Я так понимаю Можно вешать Даже на Чен А нет Нельзя Неподходящая цель Да А на энеми Можно? Нет Смотрите А почему Она тогда направленная Ну вот просто Разработчики Почему Эта способность Направлена Ваши войска Неподходящая цель Так как я в лобби Возможно Этот спелл Считается Что это Как знаете ТП чена ТПшет мгновенно Соответственно Возможно Это все же И можно Кинуть на союз Ного персонажа Ребят Протестите Посмотрите В комментах Потому что В лобби Я сам не могу Это сделать А те Кто У меня умнички Могут Зайти Ребятки Посмотреть Эту тему ХП Дрейн Что такое Кто не знает Ребят ХП Дрейн Это вот Я на себя накидываю Смотрите Да Найс ХП Дрейн Работает Смотрите Отлично Работает Просто Написано Что Но Забирает 4 хитпоинта В секунду То есть По идее Она должна Себя дамажить Но почему То не дамажит Видите Просто забирает Ману И все Вот это Конечно Непонятно Ребят Непонятно Но баг Это или нет Решать вам Смотрите Также он Умеет У нас Имеет У нас Сопротивление Магическое На него Не работают Никакие Магии Ребят На вот Этого Крипа Кодо Типа Кодо Да Типа Ладно Не суть Это Дурачок На здесь И Ребят У нас еще есть Две Классные Ауры Смотрите Вардрамы И еще Вардрам Это Кодо Блин Да какой Это Блин Это не Тундер Лизард Это Кодо Помните Этот Типочек С барабанчиком Сидит На этом Когда Блоттдшку Играешь И там Еще Если Приблизить Поближе Слышите Как он Тун Тун Лупит Дебил Рассказывай Уже Про скиллы Смотри Боже Смотрите Increase Нерби Friendly Units Это Крейт Бай 15% Найс Смотрите 15% Бьет Каждый Персонаж Это Врал В этой Ауре На 15% Быстрее И Есть Что Насчет Ауры Добавляют 15% Дамеджа Понимаете То есть Этот крип Это Такой Заводило Давай Давай Пацаны Мы Это Сможем Сделать Он Раз И Бафает Всех И Просто За счет Этого Крипа Все И бьют Сильнее И В принципе Блин Я не знаю Атак Дамедж И Атак Рейд Атак Спид Вот это Все Я не знаю Ребят Просто Он добавляет Атак Спид И добавляет Дамедж Это Реально Жестко Реально Жестко Это Очень Жесткий Крип Это В сочетании Еще С Волком Я думаю Волк По-любому Это Две Разные Ауры Будут Волк Тоже Будет Тут Стакаться Я На 100% Уверен Ребят Просто На 100% Уверен Потому что Я Когда играл На чене Эта тема Вся Работала И В общем-то Этот Крип Я считаю Занимает Первое Почетное Место Первое Почетное Место Среди Всех Эншентов Ну и Остается У нас Один Крипчик Каким-то Крипчиком Мы сейчас Пожертвуем Давайте Наверное Мы пожертвуем Все же Нашим Сильнейшим Крипом Как бы Сильным Крипом Сильное И Жесткое Почтение За то Что они Есть Такие И Как бы Ну Наверное Все Наверное Все Смотрите Как у нас Крип Крипы Бешеные Стали Просто Начали Лупить Всех Камбетчат Просто Смотри Дедок Просто Камбетчат И Надо Нам Слить Этого Крипа И Посмотреть Ласт Того Крипа Я Считаю Что Вот Этот Крип Имеет У нас Первое Место По Всем Вот Этим Крип Крип Из Эншентов И Он Остается У нас Вот Этот Джунгли Сталкер Единственный Крип Который У нас Остался Он Просто Жирный У него Очень Много Хитпоинтов Но Не Больше Чем У Этого И К сожалению У него Ничего В принципе Нету У него Нечу Нету Просто С Пол Иммунити Очень Скучный Крип Потому Что Он Просто Орет Даже Дурачок И Боже Он Если честно Он Меня Подбешивает Но Голды За него Дают Смачно Когда Его Убиваешь В принципе Такой Бестолковый Крип Я бы Он Дал Самое Последнее Место Вот Этот Крип С Аурой И С Доджами Намного Круче Даже Я Не Знаю Так Что Ребят Если Вы Хотите Пушить Начень Я Не Думаю Что Этот Крип Вам Понадобится Хотя В принципе Прекращай Омника Души Задушил Омника Понимаю Вот В принципе Такие Вот Крип У нас Ребят Обязательно Напишите В комментах Кого Вы Считаете Из Эншентов И Из Первого Второго И Третьего Лагеря Вот Этого Кого Вы Считаете Самого Сильного И полезного Реально Напишите Потому Что Ну Нужно Так Ребят Так Нужно Мне Нужно Знать Ваше Мнение Что вам понравилось Кстати И не понравилось Если вам понравилось Видео Обязательно Ставьте лайк И Напишите Хороший Какой-нибудь Коммент Если Реально Заходит Вам Такая Тема Что Тут Мы Проанализировали Много Тем Не знаю Некоторые Конечно Не будут Тут все Смотреть Но Реально Полезные Темы Посмотрели Узнали О всех Крипов Все Крипов Которые Не Имели Какие-то Ауры И Просто Просто Крипы Я их Не Обозревал Ребят Так Ну И Самая Интересная Тема Вернемся Опять К нашим Вот Этим Эншин Где же Можно Найти Эншин Вот Здесь И Вот Здесь За Тьму И За Свет Все Просто Ребят Все Просто В общем Все Ребят У меня Для вас Уже Ничего Нет К сожалению Все Козыри Я для Вас Раскрыл По Этому Видосику И Кому Обязательно Понравится Ставьте Лайк Уже Говорил Ну И Все В принципе С вами Глазец Ребят Рад Для вас Стараться Надеюсь Вам Это Видео Понравится Все До Скорого